всем привет ну вот наконец-то отремонтировал я свой арбалет магазин оркман выполнил гарантийные обязательства начался я прям с алексеем спасибо молодцы не стали паскудиться как бы отправили мне эту прижимную планочку очень печально что на таком простом механизме да там где вот ходит вот этот ползунок язычок из-за усталости вот это вот металлическая планка может поломаться вот как у меня это произошло я ее оставлю лишнее срежу ну мало ли вдруг все-таки когда-нибудь там пригодится ну что запчастей просто-напросто нет мне многие как бы в комментариях там периодически пишут и иногда бывает там ну как бы весьма настойчиво что ё-моё блин чё за детский арбалет чувак чему ты блин на него как бы обращаешь внимание почему ты с ним возишься что-то посерьезнее ну отчасти вы правы конечно выглядит он и преподносится как именно развлекательный какой-то чуть ли там не детский арбалетик но на самом деле просто вдумайтесь это восьмидесятка то есть но у него 36 килограммов 36 там с копейками по идее может быть сила натяжения вот этой вот дуги и у redback horizon redback у него именно вот у первой партии во всяком случае именно такая сила в дуге благодаря тому что толщина была максимальная как бы эта мощность это сила и заложено теперь вспомните сколько у нас максимально разрешенное законодательством силы натяжения луков до 60 это 27 килограмм все что больше это уже считается оружием которое нужно регистрировать то есть получается что вот этот тут малыш он может быть мощнее на ближней дистанции чем ваш какой-то там даже лук а скорость маленькая только всего лишь из-за того что ход тетивы ну незначительный ну и это не так прям критично может быть если цель у нас какая-то маленькая с учетом того что у нас есть хоть какой-то на замок можно стрелять достаточно метко и маленькие стрелы маленькие болты позволят нам ну как чтобы во-первых носить с собой больше боеприпасов и не переживать за более качественные какие-то большие стрелы которые идут на тот же самый арбалет или на тот же самый лук потому что сделать 30 дюймовую стрелу на коленке достаточно проблематично а вот на такого малыша коротыши которые будут вы будете метать на 10-15 метров создать на коленке каких-нибудь там ограничениях даже без света когда вы находитесь вполне реально поэтому этот арбалет ну как бы под определенные задачи под определенную как бы рыбу весьма хорошо подходит вот например сзади меня вот озерцо и ну тут вводится рыба но максимум что мы можем там тот с ладошку что-то вот такое вот выловить я уже молчу про то что подстрелить просто нереально потому что то что выходит к берегу так чтобы это можно было увидеть но вообще там с два пальца у меня есть видос там ну такое крик души просто-напросто ставят сети туда рыба попадается потому что они вот видят вот этих вот с ладошку там как бы рыбешек и потом стрёмно туда прийти и вытащить их просто стрёмно стыдно я там не знаю или что косых взглядов как бы бояться но поэтому я пошел и срезал к чертовой матери эту сеть это уже как бы не первый раз такой вот идиотизм как бы видим все прям такие голодные что вот надо вот прям вот таким вот образом как бы ловить эту несчастную рыбу ну как бы для меня это неприемлемо ну так вот там где эту рыбу видно вот таким вот арбалетом можно ее попробовать половить потому что там достаточно сильное течение не всегда на этом хорошо как плюет и мощный какой-то лук или арбалет использовать в этих случаях я считаю что не совсем приемлемо почему потому что ну вы пробьете насквозь эту рыбеху и ваша стрела но она повреждение получится вы ее просто разобьете на расколется insert у вас там выйдет из строя но у вас как минимум станет короче если это будет какая-нибудь алюминиевая то она у вас просто напросто деформируется так что в дальнейшем на нормальной какой-то стрельбе на какие-то вменяемые дальние дистанции уже говорить не придется вот и все это точно так же вот даже 150 арбалет возьмете там стрелы чуть побольше чем вот на вот этот вот подходят и там будут точно такие же проблемы вы просто напросто разобьете свои эти стрелы ну блин а почему разобьете да допустим вы скажете ну подожди там же есть но там песок ил там или еще что-то так нет вот в маленьких каких-то речушках протоках там где вот можно увидеть потенциальную как бы цель потенциальную мишень вот для такого вот экземпляра вот в наших например как бы условиях они все выложены железобетонными коробами такими большими как бы и вы будете стрелять вот в этот вот железобетон ну грубо говоря все равно что ну чуть ли не в стену в молотить вашу стрелку и вот такой вот малыш с достаточным с достаточным усилием натяжения с правильно подобранным боеприпасом от кобры r9 вот или что-нибудь там еще в этом духе как бы вам поможет ну получить свой трофей я уже молчу про каких-то там мелких живностей о которых я говорил в своем обзоре на ближнюю как бы дистанцию поэтому вот для какой-то мелкой охоты да и это охота внимание я не призываю к тому чтобы все там шли и истребляли там биоресурсы мелкую дичь какую-то мелких каких-то там птиц вот начали там бомбить рыбу там так далее нет ни в коем случае но вот например в случае глобального какого-то там катаклизма и не знаю бп в условиях какого-то там выживания для подбора под определенные цели задачи под определенные под определенный размер дичи этот арбалет будет лучше всех лучше всего того что может быть на рынке вообще представлено и он будет выигрывать тем что он проще в обслуживании сама конструкция очень простая когда у вас небольшая дистанция выстрел то это для стрельбы себе под ноги вот то что ты буквально видишь в десятки метров от себя именно поэтому я не рассматриваю установку сюда какого-то коллиматорного или голографического прицела даже самого какого-то дешевого недостаточно вот этих вот прицельных приспособлений вот если это будет небольшая какая-то рыбешка с ладошку вот вполне меня как бы все устроит нужно правильно подобрать боеприпас под это все то есть правильный болт правильную стрелу а так вообще ну рыбалка да вот охота например ну в моем случае я считаю что по мишенькам 3d та же самая стрельба купить модель голубя купить модель той же самой белки модель зайца и и тренироваться стрелять вот и вся ваша охота также еще не стоит его там сравнивать с мамбами там всякими или еще что-то в этом духе мамба высокотехнологичный мощный для стрельбы на дальней дистанции как бы арбалет и если у вас будут рассинхронены блоки если у вас вдруг выйдет тетива из строя ее надо будет как-то натягивать а у вас с собой пресса нет вы уже не не сможете обойтись вот как вот с этим например арбалетом обычными шнурками ну самыми дешевыми из которых вы можете сделать там вспомогательную тетиву или стрингер и восстановить работоспособность своего арбалета если у вас будет рыболовный шнур и вы заморочитесь и будут вас определенные навыки вы сможете даже намотать свою тетиву если у вас будет капроновый какой-то шнур вы сможете сплести свою тетиву опять же и ну с той же самой мамбой проблем будет больше но в то же самое время возможно восстановить как бы работоспособности если это там тросы и тетива на той же самой мамбе но когда у вас повредятся если вы что-то вдруг там уроните поломаете и так далее блоки то мамба просто превратится в большую кучу дорогого мусора а здесь нечему ломаться то что может поломаться я в принципе показал пока у вас будет вот это вот направляющая дуга и и в принципе и вот курок он будет у вас стрелять также вот хочу рассказать вам про мушку в некоторых обзорах кто-то говорит что тут краской . поставлены на самом деле здесь такой светонакопительный пин пластик это не самая лучшая как бы тема но есть погрешность установки этого пина и если вы присмотритесь у меня вся мушка обточена чего я добивался вы просто напросто когда я смотрел в прицел сам этот пин он находился немножко правее немножко ниже в итоге я просто напросто взял надфиль и обточил эту мушку для того чтобы она у меня была ровно то есть еще один косяк вот у этого вот дешевого как бы арбалета но внимание он у вас есть вы его купили и вы все равно все это сами можете сделать тут нету ничего такого не надо там заканчивать какой-то там пт у на слесаре плотника там 6 разряда вы все это сможете поправить от рихтовать самостоятельно так в обзоре я говорил о том что ручку я буду снимать она мне нафиг как бы не нужна но получается так что у меня в основном спортивно развлекательная какая-то стрельба и стреляю не только я один и и нужно помнить про требования охраны труда про меры безопасности потому что народ цепляется и тянет свои пальцы свои руки к направляющей и тетива может очень сильно крепко ударить даже вот этого ну как бы малыша поэтому но я и установил обратно начали снимал потому что не знал как мне станут там кольца для крепления набора для боу фишинга вот встали вместо есть еще и спокойно сюда назад становится вот это вот рукоятка принципе с ней удобнее если найду что-нибудь покомпактнее попробую сюда поставить посмотрим как это будет выглядеть но вернул я ее назад именно вот из этих как бы побуждений чтобы развлекательная стрельба не заканчивалась там слезами и какими-то мелкими травмами давайте поменяем ракурс я попробую вам рассказать про стрелы про наконечники хотел я рассказать это уже давно давно вот к чему я пришел что я нашел и чем может стрелять наш так малыш который я считаю что маст хэв ну чуть ли не у каждого кто думает о каких-то там я не знаю аудорных выживальческих нюансах моментов с виду кажется что игрушка но вот если брать те задачи про которые я вам как говорил под какую-то мелочь ты неплохой арпалет пистолетного типа но еще и который достаточно может быть метким и из-за стрельбы на ближние какие-то дистанции да я не планирую сюда ставить какой-то там коллиматор или голографический прицел ну потому что мне достаточно и этих прицельных приспособлений семи с половиной дюймовые болты отлично себя зарекомендовали и в данный момент все равно лучше боеприпасы не конечно их длины недостаточно для боуфишинга и для заготовки под гарпун нужно будет использовать что-то по длине эксперименты ждут впереди если обратить внимание на недолговечные наконечники азет или топой с тремя лезвиями для арбалетных стрел болтов которые были очень распространены в недавнем прошлом сразу станет наглядно ясно что не направляющая немушка не позволят их снарядить для стрельбы из данного арбалета даже если оставить два из трех лезвий и также можно заметить что очень важно положение инсерта сделаю уточнение это куда вкручивается наконечник из-за которого стрела болт на направляющую будет лежать боком как отличить азета топойнт он такой он сердечник был чаще крашен а озет шел всегда черного цвета недолговечность выражается в постоянном обломе острия и разрушение гайки фиксирующие лезвия при попадании в мишень причем мишень не всегда была плотной или жесткой а вот 2 лезвийный топойнт которые тоже арбалетные отлично подходит к 7 с половиной дюймовым болтам стрелом если сенсертом повезет отлично по размерам располагаются на направляющей и спокойно проходят через мушку не задевая ее заточенный со всех сторон наконечник не позволит орудовать данным боеприпасом как тарастейну в известном сериале он быстрее повредит соскользнувшие пальцы считаю что обязательно обращать внимание под какие стрелы или болты покупаете наконечники при постоянной стрельбе их проще будет вынимать из мишени не будет ступенек создающих лишние препятствия а более правильное положение на направляющие улучшит ваша точность опять же напомню про insert и с ними придется повозиться и переклеить очень малая вероятность того что все подойдет и будет параллельно с оперением направляющие арбалета что касается двух лезвийного наконечника и его надежности могу сказать что такая форма зарекомендовала себя лучше чем мазет с тремя лезвиями на фиксирующий лезвие винт не всегда хорошо может все затянуть и после мишени лучше проверить на кривизну положение лезвия двух лезвийный наконечник tp250 для лучных стрел которые на упаковке обозвали fish hunter идеален для моего случая ничего лишнего все по размеру и диаметру конечно нужно помнить и про insert выполнены данные наконечники удовлетворительно у одного из наконечников лезвия посажены кривовато меньшая розничная цена чем в интернет магазинах говорит о падении спроса из-за отсутствия того же самого качества ну и конечно это никакой не fish hunter рыбный охотник на направляющей лежит ровно мушку проходит легко и по краям остается достаточно свободного места острием на направляющей не завышена лучше держит траекторию сердечник с шафтом образуют одно целое в общем если у вас еще есть лук то данные наконечники с этим арбалетом весьма универсально при условии что качество будет неплохое по поводу шести с половиной дюймовых алюмишек могу лишь обратить внимание на то о чем уже ранее говорил тех странах где можно спокойно охотиться продаются дротики с уже несъемными бродхедами с их помощью спокойно можно добыть на небольшой дистанции и под свинкой даже взрослого кабана проникающая и поражающая способность у данного боеприпаса есть останавливающего эффекта нет из-за малого веса а кроликов можно добыть и без бродхедов кобровские болты более серьезно в данном случае имеет вес а следовательно будут в таких дисциплинах намного лучше даже их спортивные наконечники имеют уплотнительное колечко чего я даже на карбон экспресс не замечал это говорит о качестве думаю небольшие видео примеры реальной охоты и ранее в обзоре когда я показывал примеры боу фишинга из данного арбалета снимут некоторые предвзятое отношение к данному агрегату при умелом использовании он весьма неплох на этом у меня все про стрелы я как бы все сказал подбор возможность подбора наконечников ну это просто прекрасно в дальнейшем я хочу попробовать создать гарпун гарпун для боу фишинга нормальной схеме и еще также поделиться некоторыми своими умозаключениями когда уже этот процесс будет реализован спасибо за ваше внимание до следующих видосов